МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну и что, что, дети? Мне-то проехать надо. Это Калиновая, 24. Конфликт интересов начался здесь еще в 2014-м. Полтора года назад Марина Луцишина подала заявку на участие в федеральной программе «Земля многодетным семьям». Вместе с супругом и детьми они прошли жеребьевку. Им выделили 10 соток территории под собственность. Стройка еще не началась, а госпошлину семья заплатила. Теперь уплачивают налоги строго по расписанию – 26 тысяч рублей за год. Мы все это платим и ждем решения нашей проблемы, ходим вокруг заборов. Только это они и способны делать. Их участок – как дверь без замка. Чтобы пешком пройти к своей территории, нужно идти по чужим дворам. Проехать на машине невозможно. 39 собственников готовы обустраивать пустые земли. Но один вопрос – как к ним проехать? Так и остается открытым уже два года. Обзор земельного участка Калиновая, 24, предполагает схему проезда к землям многодетных семей. Но вот парадокс – самого проезда не существует. Дорогу к территории преграждают границы коммерческого жилья. Марина Луцишина неоднократно отправляла письма в администрацию Владивостока. Ответы приходили быстро. Администрация города Владивостока в лице управления дорог и благоустройства ведется проектирование дорожной инфраструктуры к земельным участкам. Начать проектирование подъездных дорог к земельным участкам по улице Калиновой, 24, не представляется возможным ввиду отсутствия утвержденной документации по планировке территории. Но все обещания так и остались на листе бумаги. В попытке начать стройку многодетные семьи нашли новое решение – договориться с местными жителями. Появился шанс организовать проезд через участок садовода. Управление кадастро-приморского края по итогу проверки выявило нарушение. Для ведения садоводства мужчина незаконно использует дополнительную территорию. Чтобы остаться в тени от всех, он поставил забор и натянул колючую проволоку. По предписанию написано, что у вас незаконно здесь установлен забор. Законно. А показать документы можете, что законно? Нет, документы. Винтуру не все. В отчаянии некоторые семьи продали свои земли и забыли эту историю, как страшный сон. Страшным был не только он, но и общение с местными жителями. Люди выпускали собак с цепей для того, чтобы загородить проход. Естественно, спасая своих детей, люди просто уезжали. Соответственно, не могли, не могли, доступа нет даже пройти. А пока семья покоряет сопки и протаптывает чужие участки, чтобы просто посмотреть на свою пустую землю. Здесь получается единственное место, еще не застроенное. Хотя мы сейчас прошли по чьему-то уже участку. Вот здесь можно пройти к нашим участкам многодетных. Единственное место. В администрации Владивостока об этих проблемах не только знают, но и пытаются их решить. Пока на 24 документация на строительство может появиться не раньше 18-го года. Что сейчас пока делать семьям? Сейчас семьям объединить свои добрые силы и намерения с ДНТ Сапсан для организации дороги. Администрация в этом плане поддержит. На другой точке Владивостока скандал приобрел другие масштабы. Местные жители и многодетные семьи поделились на два воюющих лагеря. Отсюда идет объездная дорога. Это дорога, по которой лесники вывозили лес. И этой дорогой можно проехать к земельным участкам. В свои 70 лет Ольга Фоменкова оббивает пороги инстанций и судов. Уже год она борется за права своих соседей. Женщина каждое утро ходит по этой дороге. Если бы по ней перевозили материалы для застройки земельных участков, то от скандала не осталось бы и следа. Но выбор пал на дорогу, которая смежна с домами местных жителей. Для отстаивания своих прав они пошли на крайние меры. Это как раз яблоко раздора, наш шлагбаум, который поставили для того, чтобы обезопасить жизнь свою, детей, ну и, конечно, чтобы сохранить все, что у нас есть. А это дома, клумбы, две детские площадки и 34 ребенка. Местные жители забили тревогу и по другой причине. К новым участкам для многодетных семей провели кабель. Теперь ограждение находится под электрическим напряжением. Это можно увидеть только ночью, когда забор этот полностью светится, потоком напряжения. Там бегают дети постоянно. А где им еще бегать? Им бегать-то и больше негде. Мы бегаем, играем, а когда машина, мы просто разбегаем. В разные стороны разбегающие. В угол, нам просто некуда. Вот мое окно. Вот, как вы представляете, вот здесь вот будут проезжать мимо моего окна вот эти грузовые машины. Очень низкий участок дороги. Если будут машины ездить со скалой и миксеры с цементом, они будут задевать угол дома и детскую площадку. Сейчас мы попытаемся визуализировать случай, против которого бастуют местные жители. Сядем в грузовую машину и попробуем проехать через маленький дворик детской площадки, где играют дети. Чтобы протиснуться через угол дома, водителю понадобилось 20 минут. Без последствий не обошлось. Задетые ограждения и фасад домов. Но никакие разбитые стены и испуганные дети не изменили решение суда о срочном демонтаже шлагбаума. Пока местные жители не спешат его выполнять. А многодетные семьи, на которых обрушилась волна гнева, строительство начать не могут. На вопросы, как проехать к земельным участкам, граждане мило улыбались и говорили, что никак. Бросайте машины и идите там. Кому 100 метров, кому 300 метров, кому километр до своих земельных участков. И как-то объяснить, почему они перекрыли этот проезд, кроме как, что это наша земля, они ничего не могли. Но какие-то, что это дорога общего пользования, они отвечали, что это наш двор и все. Эту ситуацию администрация Владивостока комментирует следующим образом. Обязательно с жителями все границы были согласованы. Это обязательное условие. Все собственники должны понимать, за что они несут ответственность. Поэтому детские площадки, которые возникли потом, говорить несколько некорректно. Этот скандал стал актуальным, когда затронул чьи-то интересы. Город развивается, город растет. Никто же не выходит в городе на манифестации, когда где-то прокладывают дорогу. Администрация Владивостока пыталась снять социальную напряженность и использовать дорогу, которая никому не мешает. Но с природой не поспоришь. Лес вырубить нельзя, проезжая часть не соответствует параметрам. В этом конфликте интересов нет ни героев, ни антигероев. Зато есть реальность, которую нужно принять. Большому городу больших строек не избежать.